Три недели работы и более 145 тысяч деталей в Кобрине. На фабрике игрушек команда из пяти человек своими руками собрала из конструктора точную копию кроссовера Джили Атлас. Амбициозный проект уже успели оценить жители разных городов, потому как игрушечная модель предназначена для выставок. Размеры такого авто полностью соответствуют аналогу. Правда, уникальный экземпляр не продается. Виктория Патоня о секретах производства эксклюзивного кара. Этот красный автомобиль, пожалуй, только на словах. Игрушка. Вес почти две тонны. Он самостоятельно не поедет. Здесь нет двигателя и мест для пассажиров. Все потому, что собрана модель из конструктора. Размеры, стоимость и вес точной копии Джили Атлас практически соответствуют оригиналу. На создание модели ушло свыше 145 тысяч деталей. И собирали ее не по эскизам и чертежам, а визуально в сборочном цеху стоял настоящий кроссовер. Для эксклюзивной машины на Кобринской фабрике игрушек тысячи деталей выпустили под заказ. Собрали копию внедорожника исключительно вручную. Опытные творческие специалисты с задачей справились. Это стало проверкой и их собственных возможностей. Команда уже доказала, что может создавать из конструктора героев мультфильмов и целые игрушечные города. Но этот проект, признаются, самый амбициозный. Построить такую большую машину, конечно, нам эта идея понравилась. Там есть, конечно, нюансы, потому что мы работаем с конструктором, который прямоугольный, квадратный. На что нужно? Знания какие-то, элементарные черчения, фантазию включить. Идею собрать копию кроссовера из конструктора предложили организаторы международного автофеста в Гродно. Именно там и состоялся дебютный показ игрушечной модели. На сборку ушло 160 часов. Некоторые детали соединены клеем для надежности. И это единственная хитрость разборного авто. Мы все художники. Все это была более художественная работа. Мы подходили, что-то измеряли линейками. Разбирать приходилось много раз. Ну, мы, бывает, соберешь, что-то не так и разбирали, пока не доводили до совершенства. Оценить уникальную копию уже смогли жители двух областных центров. Модель внедорожников в Красном сейчас радует глаз посетителей дилерского автоцентра в Бресте. Я считаю, что это шедевр. Это, на самом деле, очень большой труд. На улице Советская в день города машина стояла. Постоянно щелкали затворы фотоаппаратов. 20-30-40 человек одновременно на протяжении целого дня фотографировали. Правда, эксклюзивная модель не продается. Но участники проекта надеются, что с ее помощью продажи джили возрастут. Игрушечная копия в Бресте задержится ненадолго. График экспозиции уникального кара расписан на полгода вперед. Виктория Патони, Николай Ковалев, Агентство теленовостей, Брестская область.